Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов Остин. Друзья мои, прекрасная погода говорит о том, что весна окончательно и бесповоротно пришла и даже майские праздники не с горами. Традиционно к майским праздникам все всегда старались убираться, проводить субботники. Ну а вот у нас уже который год даже не одна суббота, не две, а целый месяц продолжается по благоустройству нашего славного города. Это действительно здорово. Ну и вот 20 апреля всех-всех-всех мы приглашаем на общегородской субботник. Маленькие мальчики-девочки, бабушки-дедушки, тетеньки-дятеньки все возьмут лопаты, грабли, перчатки, ведра и мешки, чтобы сделать наш город чище и красивее, чтобы никто не сказал, что Самара грязный город. Ну и вас мы тоже приглашаем принять участие в нашем эфире. Телефон 202-11-22. Собираетесь ли вы на субботник? Звоните, высказывайтесь, нужны ли вообще такие мероприятия или кто-то убираться должен вообще? Человек посторонний, чужой, дворники, специальные организации. Ваше мнение нам важно и, в общем-то, нужно. Ну и продолжается у нас конкурс, в том числе и в официальной группе ВКонтакте, универсальный формат. Внимание на экран. Сейчас вы увидите фотографию, к которой нужно придумать какую-нибудь интересную оригинальную подпись. Ну и, собственно, получить за это билеты на спектакль «12-я ночь по Шекспиру», который уже 21 апреля состоится в театре драмы. Это, мне кажется, удивительное представление. Причем, как и во времена Шекспира, все женские роли исполняют мужчины. Это московский театр с известными московскими актерами. Так что есть за что побороться. Ну а я с большим удовольствием представляю вам наших первых гостей. Это жители Зубчининовки. Неравнодушные жители Зубчининовки. И здесь у нас Зоя Дмитриевна Пономарева, председатель ТОС Зубчининовка. Добрый день. Добрый день. Любовь Васильевна Попова, член совета ТОС Зубчининовка. И Александра Кузьмична Сусманова, тоже жительница поселка Зубчининовка. Скажите, пожалуйста, жители Зубчининовки активно бросились в уборку своей территории? Естественно, прежде чем приступить к этому важному этапу, мы определили места уборки. У нас особенный район, у нас большой частный сектор, и поэтому провели большую подготовительную работу. Расклеили объявления, определили места уборки, и традиционные, которые каждый год мы убираем. И одно из нетрадиционных мест мы определили как сквер Александра Невского. Это историческое место в Зубчининовке. Знаковое, да. Знаковое, и мы ему отвели особое место. И решили в этом году как бы направить все свои усилия вот именно на уборку этой территории. Потому что там находится храм, воскресная школа и рядом общеобразовательное учреждение. Но вы уже активно включились в работу? Мы уже около месяца убираем эту территорию. Нам уже была выделена техника, мы частично мусор вывезли. Предоставлены инвентарь администрации Кировского района. И перчатки, и грабли, и метлы. Технику у нас в эту среду уже вывозят, вторично мусор вывозят. То есть активно работа продолжается. Но как жители-то отреагировали? Скажите, пожалуйста. Жители отреагировали очень активно. Прошлый средник мы провели в достаточно таком активном режиме. У нас было 15 жителей на этой территории, 15 волонтеров. Это дети близлежащего района, дети воскресной школы, которые вместе с нами, с членами совета ТОС, приводили в порядок эту территорию. Ну вот как вообще? Трудно ли все это контролировать? Вы втроем так активны? Или вам кто-то еще помогает? Ну у нас очень активный совет ТОС. Очень активный. Нас 13 человек. Мы все жители Зубчининовки. И очень активно болеем за свою Зубчининовку. И естественно, мы определили своих партнеров, кто нам будет помогать. Мы обратились в администрацию Кировского района, к Сафрону Владимиру Витальевичу. Обратились к нашему депутату Митрианину Николаю Николаевичу, которые тоже нам активно помогают. Очень активно. Ну то есть и школы, и детские сады как-то так включились. 20-го числа где у вас будет место общего сбора? Скверневского. Нет. Да. Суидно-тренедель можно отречить. Ну давайте, да. Скверневского. Это основное наше центральное место уборки. Почему мы обратили на это внимание? Потому что здесь мы хотим установить малые архитектурные формы. Кроме того, что мы вывезем свалку, нам уже выделены деньги и будут установлены малые архитектурные формы для детей от 3 до 5 лет и для подростков. Ну это так и интересно, на самом деле. Это очень интересно. А нам уже позвонили, между прочим. 202-11-22. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте. Людмила. Людмила, очень приятно. Людмила, собираетесь ли вы на субботник? Как вообще относитесь к таким мероприятиям? Ну я считаю, что это просто прекрасно. Замечательное мероприятие. Все дружные, сплоченные. Работают на благо города. Замечательно. У вас есть вопрос или свой вариант подписи к нашей сегодняшней веселой фотографии? Усердная работа теней. Да, спасибо. Вариант принимается. Ну вообще вот хочется, наверное, мне спросить у Любови Васильевны, как у члена тоже правления, а вот организовать вот это все, вот допустим, жителей, детей, взрослых. Вы как-то там, не знаю, устраиваете чайпитие потом? Или как-то так общаетесь, встречаетесь? Как это все проходит? Ну, во-первых, у нас на протяжении многих лет проходят эти субботники. Зоя Дмитриевна уже сказала, что очень хорошо помогает администрация Кировского района. И новый глава, Сафронов, он Зубчининовку знает, что очень нас радует. Он ее знает всю. Все улицы, все наши недостатки приезжают туда. Выделяется очень много инвентаря. Вот не знаю, как в других районах. У нас это очень хорошо. В том году мы высадили где-то более 60 деревьев. В этом году тоже сделали заявку вот на 50 деревьев. Мы в основном, вот тут у нас улица магистральная такая, вот проблемная немножко в том, что деревья уже старенькие, вот сейчас которые выпиливаются, сейчас сажаем новые. На субботнике, когда вот большие субботники организовываются, и приезжают к нам и депутаты. Обязательно у нас после, и во время субботника чай. Обязательно, да, пирожки. Собственного приготовления? И собственное бывает. И кафе помогает. В общем, интересно. Даже вот в том году у нас интересно было хор. У нас два хора в Зубчининовке. Вот один хор был с нами. Во время, значит, субботника они даже нам пели и также потом помогали. В общем, организация проходит большая. Большую работу проводится. Большая работа у нас проведена в Зубчининовке по заключению договоров на контейнера. Вот сейчас, если проедете, раньше их было мало, а сейчас около многих домов уже стоят свои контейнера, которые два раза в месяц вывозятся. То есть это меньше уже свалок, то есть меньше мусора. Ну, Зубчининовка у нас очень красивая, цветущая, особенно весной приезжаете, когда цветут яблони и вишни. Это белое, это все красивое. Ой, дождаться бы всего этого, потому что как-то весна припасилась. Поэтому очень хочется, чтобы было меньше мусора и больше жителей. Многие, которые уже понимают, и в основном жители там у нас такой уже взрослый, в годах Зубчининовка, вот, все понимают. И бабушки, и дедушки, вот смотришь, сегодня вот мы проезжали, около каждого дома стараются убрать, вот смотришь, она прям старенькая, но она жгет, там это что-то ищет, ну, убирается. То есть, ну, хорошая организация. Мы спросим потом, Александр Кузьминович, что она лично сделала. Нам еще раз позвонили. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Лиля. Очень приятно. Лия, собираетесь ли вы на субботник? Обязательно. Куда пойдете? Будете около дома убираться? Да, около дома, ближайшую субботу, на Воронежские озера, может быть, сходим с детьми. Отлично, молодцы, поддерживаем такую инициативу. Ну, а у нас есть для вас фотографии, наверняка придумали какую-нибудь интересную подпись. Да, я готова сказать. Мы с Тамарой ходим парой, убираем мы Самару. Отлично, чудесно, спасибо большое, ваш номер и имя записано. Принимайте активное участие в нашей программе и вы. Ну, так мы к Александре Кузьминовичу, на вопрос, что вы уже сделали или собираетесь только делать? Ну, я принимала участие вот в уборке сквера Невского и в Средниках. И на субботник собираюсь там же принять участие. Ну, вы считаете, нужно, чтобы горожане убирали или какие-то другие организации? Я считаю, что должны убирать все и стараться не мусорить, потому что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это мое мнение. И в уборке своего города, как и в своей квартире, должны все принимать участие. Как те, кто за это получает деньги, так и те, кто живет. В общем-то, да, это, наверное, истинно. Потому что после земли вскрылось, конечно, всякое. И бумажки, и бутылки, и окурки. Я призываю, чтобы не бросали бумажки, и окурки. Особенно мне обидно, когда бросают из многоэтажных домов в окно. Это вообще... А там, например, должны быть запланированы какие-то клубы. Ужасно просто. И призываю всех принять участие в субботнике. Так, скажите мне, пожалуйста, дорогие жители Зубчиненовки, где, во сколько, и что нужно с собой принести вот тем жителям, кто в Кировском районе будет к вам присоединяться. Мы приглашаем всех на нашу площадку около храма Александра Невского, сквера Александра Невского. Мы обеспечим перчатками, мешками. Грабли будут у нас, техника в этот день у нас будут. У нас будут и КамАЗы, будет погрузчик. И накормим пирожками, чаем в гости. Ну и приносите с собой, да? Приносите с собой, да. Если кто-то желает, ради бог, приносите с собой. Мы только рады будем. А куда обратиться, если что? Обратиться в ТОС, Зубчининовка. Телефон 931-36-45. Вдруг кто-то неравнодушный. Конечно. А нам, между прочим, опять позвонили. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно. Скажите, пожалуйста, 20-го числа вы куда отправляетесь? Я пойду в парк Дружба. В парк Дружба. Ну, тоже хорошее местечко, нуждается в уборке. Ну, а скажите, такие вот субботники общегородские нужны или все-таки как-то вот так нужно, не знаю, силами организации, администрации, к примеру, Самару, убираться? Обязательно нужны, особенно в преддверии Пасхи, потому что это традиция уже надо в чистоте прибираться. Правильно. Согласна. У вас есть свой вариант нашей замечательной фотографии? Мы летали на метле, убрались во дворе. Слушайте, ну, у меня нет столько билетов, чтобы всем вручить на самом деле чудесный вариант ответов, даже как-то неожиданно. Ну, а я в свою очередь благодарю вас, дорогие наши гости, что вы пришли, приехали. Искренне желаю, чтобы у вас все получилось суббота, чтобы вы убрались. Ну, в общем, приглашайте и на пирожки, и на цветущие яблони и вишни. Будем надеяться, что в этом году ничего не померзнет, и все у нас так вот расцветет и запахнет. Спасибо большое, вам удачи. Ну, а мы, друзья, продолжаем призывать всех вас собраться на субботник и, конечно, задать вопрос, будут ли горожане участвовать в благоустройстве города, мы никак не могли, поэтому обязательно это сделали. Так что смотрим сейчас мнение наших самарцев о том, собираются они куда и куда отправиться 20-го числа. Я считаю, что наш город всегда должен быть чистый, убранный, вот, и по возможности, конечно, я тоже приму участие в субботнике. Да, готовы выйти на уборку города, замечательно, хоть город почище будет. Я больше на природе убираюсь, вот, на Самарской Луке, а когда иду в походы, я беру мешочек и весь мусор вместе с собой, где что валяется, собираюсь, чтобы после меня все было чисто. А в городе, ну, все как-то специально вот так, чтобы одному идти убираться, не получается. Вот. Ну, а так, в принципе-то, я не против, вот, будут субботники, на работе, конечно, тоже будем убираться. Мы так или иначе всегда в этом участвуем, убираем парки, все такое. Это всегда по молодости, всегда были за то, чтобы только город чистый и обычный субботник, как наш, в наши времена, чтобы этот субботник существовал. Обязательно. Не под насмотром, а вот так вот вышел начальник, как сейчас начальники не хотят ходить, и чтобы они взяли за собой рабочий класс, или там магазин, директор, и чтобы вместе убирались. Конечно, надо очистить город от мусора, который набежал к нам за зиму. Вот. Конечно, выйду со всеми, уберусь в родном городе. Я хорошо отношусь к субботнику, правильно, нужно убирать свой город, чтобы город был в чистоте. В общем, положительно отношусь. При соответствующей помощи городу можно, если как-то это организовано, будет интересно. Да, да, я обычно дома делаю субботник, мои окна, и город буду убирать во дворе у себя дома. Если буду знать, когда, в какое место, если будет это объявляться, да, с удовольствием отношусь очень позитивно, хорошо к субботникам. Ну что ж, на субботник всех-всех-всех неравнодушных телезрителей и жителей города Самары приглашаем. Сегодня напоминаем, что 20 апреля все выйдут, погода обещает, плюс 17, плюс 19, солнце, без ветра, и мне кажется, это лучшее, время для того, чтобы сделать нашу Самару чистой. Не забываем головные уборы, теплую обувь, и если вдруг не достанется вам перчаток, ну, лучше захватите с собой. У нас продолжается конкурс на лучшие подписи к фотографии. Мы с Самарой ходим паром, мы убрали всю Самару, мне кажется, интересно, или уберем мы всю Самару, один из лучших вариантов ответов. Ну и есть у нас еще в группе ВКонтакте, универсальный формат называется, Вероника написала, деревья побелены, все убрано, прелесть. Или Дзержинский звонит Ленину, Владимир Ильич, завтра субботник, а у нас ваше надувное бревно украли. Ну, в общем, какие есть у вас варианты, собираетесь ли вы на субботник, звоните нам, пишите, не стесняйтесь, 202-11-22. Ну, есть Самаре позитивно настроенная организация общественная, свежий ветер называется. И ветер, поверьте мне, это дует в нужном направлении, организует под своим крылом, под своей эгидой людей неравнодушных, как, в общем-то, к судьбе Самары, так и к людям в этой самой Самаре проживающим. И я с большим удовольствием представляю здесь вам как раз-таки представителей организации «Свежий ветер» Наталья и Юлия. Добрый день. Юля, ну вы как руководитель, председатель, идейный вдохновитель, можно в двух словах рассказать, когда вы образовались и что своей целью ставили? Организация образовалась в 2010 году как инициативная группа, которая также вышла на субботник, убирать территорию, которой были все неравнодушные, когда у нас овраги на берегу реки Татьянки были в склине мусора, мусор у нас плыл и по Татьянке в том числе, с этого все, собственно, началось. А после удачного проведенного субботника, где собралось порядка 111 человек, возникла идея создать организацию такое движение. Почему же нам не делать это постоянно, да? Да, почему как бы не взять эту территорию, как бы сказать... Подшерпство. Да, совершенно верно. А вот дальше организация начала обрастать новыми идеями, новыми людьми. А волонтеры, которые убираются, они раз вышли, два вышли. Ну, это огонь в сердце, надо его как-то поддерживать. А каждый раз человек просто убирается другим, ну, интересно ему. Вот, поэтому здесь пошли проекты уже по строительству спортивных площад, как в благодарности людям, которые активны, да, в определенном районе, так и возрождение сквера речников, допустим, который мы убирали два года, и здесь пошли программы по возрождению парков, куда наша организация тоже инициировала этот сквер. Ну, то есть это и уборка как раз-таки вот на реке Татьянка, и парк для собак, он уже действует? Он не действует. Или только планируется? Да, это очень интересная идея, была идея парк для собак. Для выгула собак, да? Да, для выгула собак. Ну, не все, скажем так, поддержали эту идею. А те, которые дрессируют, конечно, они поддержали, чтобы им нужна отдельная территория. А у кого маленькие собачки, они говорят, зачем нам, вот будет у нас парк для собак, это же мы будем, должны гулять именно там, да, как бы, они боятся вот этого ограждения территории, так они вышли, у них, извините, собаки там сходили, куда поблизости, да? Ну, у нас нет такой культуры, что вот каждый хозяин ходит с совочком, с пакетиком, так в кино показывают. Поэтому пока нету какого-то определенного законодательства, парк для собак, он так и остался у нас витать в воздухе. Понятно. Ну, у нас есть телефонный звонок 202-11-22. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Юрий Владимирович. Очень приятно, Юрий Владимирович. Скажите, пожалуйста, вы отправляетесь на субботник? Ну, это будет на даче. Это во-первых. На даче. Ну, тоже, знаете ли, есть категория граждан, которые, ну, может быть, уже что-то убрали около своего дома и с чистой совесть отправятся пахать грядки. Вы сажаете что-то на даче? Ну, убирать есть что. Но я вот хотел бы поддержать вариант названия фотографии, где про уборка теней. Вот, потому что, больно уж это все выглядит, в принципе, правильно и нужно, но, как по предыдущим годам, я думаю, не только один я это видел, потом пакеты, которые набиты мусором, они стоят, 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 и чуть ли не до июля. Вот, то есть, получается, люди, конечно, работают, трудятся, а, что называть, на сегодняшний день, как насчет вывоза мусора, все это договоренности есть. Ну, вот говорят, что в этом году будет очень много техники и очень много специальных вот эковозов, как их называют, подключаются к жизни, к жителям города, вывозят, вывозят, вывозят. Спасибо большое вам за ваше мнение. Знаю, что и с вами, да, работают тоже эковозы, которые как бы вывозят мусор без проблем. Предлагаю посмотреть фотографии, как раз таки вот организации «Свежий ветер», Юль с Наташей, нам прокомментируют, как это было, и, собственно, как жители отнеслись. Это уборка, да, Наташ, на реке Татьянка? Да, это у нас одна из, один из субботников на реке Татьянки, так как это мероприятие стало уже хорошей традицией, после первого субботника мы проводим и подготовку к летнему сезону, и подготовку. Вот это у нас, кстати, май месяц прошлого года, девочки, волонтеры, которые постоянно работают с нами, они помогают готовить Татьянку к летнему сезону. Летом проводятся у нас субботники постоянно, потому что не всегда люди, которые привыкли все-таки мусорить, их сложно перестроить, поэтому они все-таки... Даже семьи подключались, да, к вам? Здесь у нас... В основном семьи. Для того, чтобы приобщить людей к субботникам, мы всегда какую-то акцию делаем. Это вот эта фотография спортивной площадки. Территориально находится она. Это улица Белорусская, 115. То есть это территория, которая всегда была у нас с мусором. Так. Вот. Сейчас там несанкционированная у нас парковка. Мы ее очистили, мы постоянно за ней ухаживаем. И включили, пытались включить бюджет, но, к сожалению, у нас не получилось. Сколько нужно денег? Два с половиной миллиона для того, чтобы построить универсальную спортивную площадку. Понятно. Я знаю, что вы еще и вот как раз-таки в ботаническом здесь саду есть какие-то кадры. У нас немного, но развозили сирень по детским домам и организациям, да? Да, да. Мы... Нам давал разрешение директора ботанического сада на то, чтобы под ее присмотром выкопать эту сирень и потом развести. Сначала мы хотели посадить аллею, но немножко нет, не успели. Не согласовали, потому что каждое свое действие, когда ты занимаешься благоустройством, ты должен согласовать, конечно, с департаментом благоустройства, с городе Ленхозом, потому что просто так выпилить, спилить, даже если там деревья падают, ничего нельзя. На это уходит очень много сил и времени. Ну, с другой стороны, это нас привело к тому, что мы стали членом общественного совета городской губернской. Думаю, что нам очень хорошо помогает. Да, и мы сотрудники, конечно, с департаментом благоустройства, и в этом году они как никогда активны. И нам достаточно теперь одного звонка для того, чтобы какой-то мусор вывезли. Хотя раньше мы писали письма и ждали, и за месяц, как этот регламент предполагается. Сейчас, конечно, стало все намного проще. Ну, сколько вас сейчас неравнодушных? Ну, постоянно активных действующих, которые ходят там каждую неделю, в районе 20 человек. А если мы говорим о субботниках, то в районе 100 человек. Потому что помимо субботников мы и праздники проводим, да, на праздники народ легче привлечь. А вот на субботник, как Юля правильно сказала, один раз пришли, два дня, два раза пришли, и уже как-то не хочется. Поэтому для того, чтобы людей привлечь на субботник, мы проводим какие-то акции. Это либо флешмобы, либо мы книжки дарим. Вот как раз была фотография, где семейная пара была, у нас там была акция «Подари, дай вторую жизнь книжкам». То есть нам приносят книги, которые библиотеки не берут, да, выкидывать жалко. И мы хотели дать им новую жизнь. И люди, которые приходили на субботник, они потом получали книжку, в которой была вкладка о том, что эту книжку нужно прочитать и потом оставить как-то в людном месте. И там должно быть написано, что... Ну да, очень известная мировая такая штука, которая... Ну и, конечно, подарки. Без подарков мы стараемся не отпускать наших волонтеров, Благодарность за неравнодушие. Да, шоколадка какая-нибудь, но тем не менее, да, человек понимает, что помимо морального удовлетворения он получил еще какой-то вот... Подкрепил себя чем-то. Приятное что-то у вас в воспоминаниях. Ну а вообще вот куда вы отправитесь 20 апреля в субботу? У нас уже все, лето расписано. Именно 20 апреля мы собираемся около Белорусской 131, а это жители приглашаем в Сухой Самарке. Пойдем убирать парк, потому что пока убирать с береговой территории рановато. Береговую территорию мы начинаем убирать с мая, когда у нас уйдет вода. Вода в этом году обещает быть... Долгой. Долгой. Весна затянула. Вот в июне, у нас 8 июня, субботник в Падовке совместным благотворительным фондом Милосердия. Вот если есть жители с этого района, то имейте в виду, что 8 июня будет там субботник большой. Ну и дальше по разным районам можно информацию ВКонтакте потом как-то отслеживать. То есть люди выходят куда? Они выходят туда, на то место, которым наиболее близко. Либо где они живут, либо где они отдыхают. Либо где работают. Но в субботу мало кто работает. Около организации уже идут какие-то уборочные работы. А вообще нужно сказать, что в этом году очень хорошо подготовили все и ТОСы, и администрации. Выйти можно буквально хоть к себе во двор, хоть в соседний двор, хоть в любой парк. Потому что перчатки, пакеты, это все будут. Город снабдил. Вот нужно только предложить немножко усилий. Еще интересный момент, который бы хотел подчеркнуть. Очень многие пишут в социальных сетях, и молодежь говорит о том, что вот кто-то это должен делать другой. Я подошла к своей маме, говорю, мам, неужели раньше была молодежь другая, неужели мы действительно такие плохие? Я тоже задавала маме. Такой вопрос. Мама говорит, Юль, молодежь была такая же. Говорит, у нас мусора не было. Мы ходили в молоко с бидончиком, пакетики стирали, вешали, а фантики мы коллекционировали и менялись на деньги. Говорит, у нас мусора не было. Так что пришла цивилизация. У нас полный магазин, и всего, чего хочешь. Вот как бы и мусор, соответственно, появился. Ну, я вспоминаю фразу своей первой учительницы о том, что не бросайте бумажки. Вот представьте, если каждый житель Земли бросит хотя бы по одной бумажке, во что одновременно, во что Земля превратится? Покроется под слоем бумаги. А у нас есть телефонный звонок 202-11-22. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Юля. Юля? Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы собираетесь на субботник и куда пойдете? Да, я собираюсь на субботник. Ну, ближайший, наверное, в парк металлогов. О, отличный выбор. Тоже нуждается та территория в небольшой уборке. У вас есть интересный вариант подписи нашей фотографии? Да. Давайте. На субботник мы вдвоем, веник весело несем. Не боимся мы труда, убираемся с утра. Ух ты, чудесно. Спасибо большое за ваш вариант. Ну, а я благодарю организацию «Свежий ветер». Сегодня у нас такой экспресс-эфир. Хочется побольше рассказать, побольше пригласить в разные места. Друзья, не стесняйтесь выходить, не стесняйтесь обращаться и за помощью, и свою помощь предлагать. И, собственно, знаете, что есть у нас в Самаре такие люди, которые неравнодушны к тому, что происходит в нашем городе. Девушки, спасибо вам большое. Вам спасибо. Вот мы посмотрели уже на жителей Запчениновки, на общественную организацию «Свежий ветер». А, между прочим, молодежь, знаете, тоже не сидит сложа руки. Как убираются вузы, сузы. И что интересного в своей программе «Большая очистка» Алексей Захаров вчера обнаружил, давайте посмотрим прямо сейчас. Итак, сегодня «Большая очистка» в Парке Победы. Чтобы приступить к работе, у нас есть все необходимое. У нас есть кепка, есть бревна. Итак, надеваем кепку, берем бревно и вперед. Пусть недоброжелатели не говорят, что у нас аморфная молодежь. Во время месячника по благоустройству студенты своей активностью дали фору всем. Акция «Чистый город» проходит ежедневно. Сегодня в Парке Победы собрались более 150 человек из различных учебных учреждений. Студенты техникума, индустрии торговли и общественного питания прекрасно знают, как грязь в городе влияет на здоровье человека. Плохая экология, плохое качество продуктов, отсюда отравление и несварение. Как оцениваете состояние парка на сегодняшний день? Хорошее. Грязновато, наверное, да? Ну, немножко. А летом? Летом нормально. Если, конечно, поддерживать хорошее... Ну, качество... Не качество, а... Будущие педагоги, нужно узнать, как они будут воспитывать молодое поколение. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в каком духе вы будете воспитывать молодое поколение? Ну, буду воспитывать их в порядочности, чтобы они следили за порядком воспитанности, чтобы... Так, как биолог, чтобы они не мусорили, не сорили и старались поддерживать физиологию. Это главное, вы считаете? Ну, думаю, да. А порядочность, по-вашему, это когда поддерживают порядок? Да нет, не только это. Можно, чтобы они себя вели еще, ну, как сдержанные. Как известно, педагогические вузы заселены слабым полом более чем наполовину, но нам удалось отыскать будущего педагога мужского пола. Матвей Шарынин на судьбу не жалуется. Говорит, находишься в чисто женском коллективе, будь готов защищать и помогать. Не вредничают? Очень, бывает. Ну, приходится терпеть. А сейчас, наверное, работаете, все на вас сваливают, да? Нет, ну, я же мужчина должен как-то всю силу. Потому что мужская работа, я стараюсь сам брать. То есть, сегодня самое тяжелое на вас? Ну, возможно, но они тоже стараются. У нас девки-то боевые. Девки, да-да, русские девки. Согласны с тем, что и в горящие избы войдут? Еще как войдут, все сделают. Я прям не могу налюбоваться на своих девочек. Активная самарская молодежь также включается в субботники и уже месячник по благоустройству как раз-таки ознаменован различными вылазками и у Дворца ветеранов, и в Парке Победы, и в разных других местах, и около вузов, естественно. Вот у нас сегодня прекрасные три девицы, ну, я четвертая, буду представлять. Здесь у нас Галия Валиулина, студентка Самарского торгово-экономического колледжа. Добрый день. Здесь у нас Евгения Гусарова, студентка Самарского техникума индустрии торговли и общественного питания. Добрый день. И Наталья Лосалина, студентка ПГСГА, Поволжской социальной гуманитарной академии. Девушки, вы-то уже как, с метлами, граблями, перчатками знакомы? Да, мы уже работали в Парке Победе буквально вчера. Было достаточно очень весело, это все сопровождалось музыкой, мы очень задорно работали. Наш техникум был в самом большом количестве человек. Так. У нас было целых три группы. Я думаю, мы выполнили хоть малую часть того, что мы могли сделать в этом парке. Я думаю, 20 апреля мы пойдем именно туда. Продолжать. Да, продолжать нами начатое. Я думаю, ветераны, так как приближается 9 мая, будут очень рады видеть этот парк в чистоте с нашей помощью. Понятно. Галия, ну вопрос такой, вы у себя тоже убирались с техниками? Нет, мы только будем убираться с 20 числа, 20-го мы планируем вообще внутри, вокруг колледжа. Я думаю, будет так же весело, как и в парке. Так же все будем мы общаться. Наверняка планируется какая-нибудь развлекательная программа? Ну, конечно, в конце, я думаю. Чай, плюшки, пирожки. Да. Так популярны на субботниках. и такой, наверное, вопрос у меня теперь к Наталье. Поволжка социально-гуманитарная академия. Понятно, что один из старейших вузов, понятно, что там много кого учатся. Знаешь ли ты, куда вот уже десантировались студенты и где лично вы убирались свои сил? Ну, я знаю, что вот на протяжении всей этой недели идет уборка около вузской территории. Так. Так же у нас каждый год один факультет убирает озеро, которое около вуза находится. На Антонова Сеенко. Да, конечно, там оно очень грязное, снег сходит, и там и бутылки, и все на свете. И вот как раз таки сегодня, в этот день, естественно, географический факультет убирает это озеро. А Наталья здесь. Понятно. А нет ли никаких планов, чтобы его там залить, заново искусственно создать, ничего не слышали? Ну, вообще, там били искусственные, ну, не искусственные, а естественные источники воды, но его перекопали, и там, ну, они перестали бить. То есть просто вот вот если его чистить, возможно, оно и будет чистым, но загрязняют каждый раз студенты, не только студенты, а жители, проходящие мимо, да. Ну, а врага брошу я туда чего-нибудь. Понятно. Ну, есть у нас несколько фотографий, друзья мои, внимание, на экран. Здесь вы сейчас увидите акцию, она называется такая вот, в общем-то, простая, но очень понятная, «Чистый город». И эту акцию проводят уже в течение нескольких дней, недель даже Самарский городской молодежный центр. Вопрос у меня, наверное, к девушкам. Начнем с Жени. Жень, как ты считаешь, все-таки, кто должен убирать? Я думаю, должны убирать всеми силами нашего города, так как мы все живем в этом городе. И убирать его должны, естественно, все, так как все мы мусорим, везде ходим. Бумажки бросаем, жвачки бросаем. Ну, а вот такой вопрос, Наташа, вот мальчики все-таки или девочки преобладают на таких мероприятиях? Ну, конечно, есть и девочки, и мальчики. Ну, вот, например, мы в парк Победы убирались, там было, наверное, больше девочек, чем мальчиков. А сложно без мужской силы вытащить ветки огромные какие-нибудь? Ну, конечно, мальчики, они в большинстве случаев таскали мешки с мусором, а девочки граблями работали, вениками, ну, как бы совместными усилиями убрали все, что могли. Галия, ну, а вот у вас в ВУЗе, в СУЗе, так скажем, кто в большинстве своем мучится? Мальчики, девочки? В основном девочки, потому что в торговле, мне кажется, в основном девушки заинтересованы. Ну, и как, допустим, вы выходите по опыту прошлых лет? И все выходят? Или кто-то отлынивает? Все-таки есть такие... В основном выходят девочки, а так должны, я думаю, выходить и мальчики, и девочки, друг другу помогать, потому что девушки убирают, мальчики таскают. Ну, как всегда, да. А как вы думаете, вот есть такая тема в городе, в этом году, возможно, она осуществится, высаживать плодовые деревья вот вдоль дорог, допустим, бороться с тополями, это само собой, а вот яблони плодоносящие, там, вишни какие-то еще, вот, как к биологу или геологу, вернее, географу, обратитесь к Наташу. Ну, я биолог, химик. Биолог, химик. Вообще, как ты думаешь, зацветет, приживет такая идея? Ну, она может быть и приживет, зацветет, но все равно как-то около дорог яблоки выращивают все, это выхлопные газы, все от машин, питается в яблоки, и как бы, не знаю, мне кажется, это... Ну, вот приблизительно с таким же вопросом, нужно ли высаживать плодовые деревья, мы обратились к горожанам и получили весьма интересные ответы. Друзья, сейчас посмотрим, а вы не забывайте о том, что идет у нас конкурс на лучшую подпись к фотографии, посвященной субботнику, и здесь, в прямом эфире, правда, остается совсем немного времени, и в официальной группе универсального формата ВКонтакте. Звоните, пишите, не стесняйтесь. Наверное, на площади Славы, дядька с крыльями. То, что стоит на перекрестке Московского шоссе и Мичурина, да, там памятник, по-моему, либо афганцам, либо чернобыльцам, вот, да. Ну, очень право, это будет. Ну, памятники все значимые, иначе, зачем бы их делали? А самый значимый, ну, тот, который что-то в истории какую-то веху обозначает, неважно, это коммунисты, там, или белогвардейцы, или кто-то, кто-то заслуженный и достойный этого, потому что памятник, это что? Это выдающийся человек. Ну, вот тот, что около вокзала, сейчас установили. Деточкина, да, мне вот он нравится. У нас есть памятники симпатичные, в общем-то, что у нас там центральные памятники есть. На Самарской площади, самая, наверное, основная наша Самарская площадь. Никогда не задумывалась о красоте памятников, но вот сейчас первое впечатление это памятник Чапаева. Мне нравится наш драмтеатр, хотя его уже давно пора отремонтировать. Здание очень примечательное, просто великолепное. Ну, мы думаем, вот памятник у нас наша Ленинградская. С учетом того, что ее отремонтировали, конечно, гости к нам приезжают, мы первым делом привозим их сюда, а во вторую очередь на набережную мы идем гулять, потому что считаем это наши достопримечательности. Ну, не только цветы, клумбы, яблони и вишни украшают наш город, а памятники в том числе. Я думаю, что и вокруг памятников в Самаре тоже будут проводиться обширные уборочные работы, потому что за зиму там появились и рисунки, и надписи, и какие-то всяческие невероятности. Так что, друзья мои, если вдруг вы видите, что кто-то совершает акт вандализма, пишет на сцене какого-нибудь исторического памятника, или что-то подрисовывает Чапаеву, или кому-нибудь еще, обязательно так вот постучите, ну, не кулаком, а погрозите пальцем, обязательно это все пресекайте. Ну, а мы говорим о субботнике, и есть у нас несколько вариантов подписи, фотографии ВКонтакте. Давайте посмотрим, что пишут наши телезрители. Внимание на экран. Бери метлу и веник, если есть свободное время, будь то понедельник или воскресенье. Ну, или вот такие подписи еще. Не отвлекаемся, работаем, солнце еще высоко, написала нам Ксения. Вот, или Надежда, вот, пожалуйста, прекратите прохлаждаться и идите убираться. Вот, собственно, сегодня в течение всей нашей программы мы приглашаем на субботник. Девушки, надеюсь, вы пойдете, активно будете принимать участие, не только 20-го числа, но так, по мере загрязнения, убирать город. Спасибо вам большое, что пришли. Удачи в труде и в учебе. Ну, а вам, друзья, говорю, берегите свой город, любите свой город и не забывайте о том, что у города есть свое лицо. И главное, чтобы оно было не только красивым, но и чистым. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова